...которые стали национальным достоянием, как большая панда в Китае. Черно-белый рисунок ней шерсти считается естественным воплощением знаменитого символа Иньян. В мягком нраве панд видят доказательства того, что баланс двух противоположностей несет мир и гармонию. Поэтому большие панды стали символами мира. Также эти экзотичные существа являются символами природоохранных организаций. Все, что касается панды, особенно. Даже их богатые бамбуком фекалии перерабатываются в бумажную продукцию. Несколько лет назад китайцы праздновали Новый год с особой радостью. Из-за появления на свет 17-ти метенышей большой панды. Знаменательного события не только для панд, но и всего медвежьего семейства. Когда-то на Земле существовали сотни вверх медведей. Из восьми оставшихся, ничто не угрожает лишь в бум. Один из них — бурый медведь. Его численность во всем мире превышает 200 тысяч. Причем голодина обитает в России. Американские черные медведи — еще одна устойчивая популяция. Эксперты говорят, что в дикой природе живет в 950 тысяч консильных. Остальные представители семейства медвежьих считаются... Все-таки на другую щетку перешел. Красота, да, Кусь? Но некоторые виды продолжают охотиться из-за желчей и различных частей тела, применяемых в народной медицине. Хотя их польза не доказана. Информационно-посредительские кампании и законы о защите животных должны положить конец общественной и устаревшей практике. Зоопарки и заповедники играют важную роль в сохранении медведей. Они дают возможность увидеть этих величественных животных и узнать об их тяжелом положении. Надвиженам особенно хорошо удается привлечь внимание к судьбе сородичей. Большие банды — живое доказательство того, что природоохранные программы работают. Когда-то они были на грани исчезновения, но люди смогли помочь и не допустить этого. В конце 70-х годов прошлого века в дикой природе оставалось тысяча панк. К 2014 году эта цифра выросла почти до 1 900 особей. Рост небольшой, но важный. Двумя годами позже охранный статус панк был повышен до кумирного вида. Дальнейший успех зависит от усилий по сохранению природы в местном и мировом масштабах. И не только ради больших банд, но ради будущего всех медведей. Программа переведена и озвучена компании «Первый Камачев» в 2021 году. «Кematанием» в 2023 году. «Первый Камачев flavor» в 2020 году. В военном масштабах мотоя работы прошлого мира просто Walographe Все, что естественно немножкоıyor, вещstanding дрессуумов для обопытных системе что пришли, то мы увеличили их с упитой системой Для разбитизации пред Yesterday НВied сум", «Поздавая built in a house» Смотрите продолжение в следующей серии.